Рады вас приветствовать на нашем мероприятии, которое состоится сегодня в честь Дня нейтралитета Туркменистана. Рады вас приветствовать. Хотим предоставить слово председателю Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Григорию Евгению Дмитриевичу. Дорогие друзья, от имени губернатора Санкт-Петербурга, правительства, от себя лично, хочу всех поприветствовать в этот день в преддверии прекрасного праздника нейтралитета Туркменистана. Дальше лет назад на генеральной сессии ООН за этот день проголосовали все государства мира. И все эти 25 лет Туркменистан идет семимильными шагами, заботясь о своих людях, о народе, к светлому будущему и непосредственно под руководством уважаемого президента Туркменистана. Нам, санкт-петербургцам, отрадно отметить, что наиболее тесные отношения остаются с Санкт-Петербургом, с Туркменистаном и с народом Туркменистана. В этом большая заслуга всех жителей города, но особенно я хочу отметить заслуга бизнеса, компании «Возрождение», которая на протяжении многих лет активно работает на этой прекрасной земле, создавая самые хорошие дороги не только в Туркменистане, но и в том регионе нашей прекрасной земли. Особо хочу передать добрые пожелания народу Туркменистана, трудолюбивому, который пережил очень сложные времена, но всегда оставался победителем, любящим не только свою землю, но и всех друзей, которые с миром приходят в гости и помогают в совместной работе. Очень благодарен генеральному консулу Туркменистана в Санкт-Петербурге, только благодаря его чаяниям и заботам мы смогли собраться здесь, отметить этот прекрасный праздник. Ну и, конечно же, низкий поклон народу Туркменистана, здоровья, счастья, успехов, ну и от нас, конечно же, солнца. Нам его не хватает, вот этим мы немножко просим поделиться. Большое спасибо всех с праздника. Спасибо за очень теплые слова, Евгений Дмитриевич. Следующее слово предоставляем Министерству иностранных дел Забовелых Владимир Васильевич. Очень приятно представлять Центром Министерства иностранных дел Забовелых Владимир Васильевич. Я хочу сказать, конечно, всех с праздником и сказать, вот Евгений Дмитриевич совершенно правильно, я говорил о том, что только благодаря усилиям генерального консульства сотрудников, которые вложили душу, вот сейчас мы сможем посмотреть небольшой, я так понимаю, концерт и насладиться, потому что каждая республика, она своеобразна. Единственное, что всех нас объединяет, это Михаил Хайдулач, который все время проводит мероприятия в заведениях, которые принадлежат ему. И, конечно, он большой друг всех наших республик и России, сам он же россиянин, все-таки. Поэтому я долго не буду говорить, с праздником всех, давайте будем веселиться, есть такая возможность в наших условиях. И приятного просмотра программы, и приятного аппетита. Спасибо, Владимир Васильевич. А теперь слово предоставляем руководителю Туркменской общественной организации Нургендыра Джаповича Селидову. Уважаемый Евгений Дмитриевич, уважаемые гости, мы вместе отметим такой большой праздник. Сегодня, завтра отмечается в Туркменистане, широко отмечается юбилей Туркменистана. Как сейчас сказано было, Евгений Дмитриевич, действительно в 1995 году единогласно было принято решение о предоставлении Туркменистану статуса нейтралитета, что и понесло за собой очень позитивную работу. Здесь, благодаря литературе Туркменистана, как мы знаем, в Ашнабаде было открыто присоединиться ООО «Центр превентивной дипломатии», которое очень помогло в стычках. И, если мы помним, афганско-таджикские мероприятия были, которые на территории Ашнабада были благополучно решены. И, в принципе, Туркменистан, имея статус нейтралитета, уверенно, позитивно продвигается период. На сегодняшний день, наверное, можно сказать, одним из благоприятных регионов нашей Родины делается все под руководством нашего мудрого, уважаемого президента Грубангова Грида Мухаммедова. Делается все для народа и все делается для того, чтобы у нас в соседних регионах была эта мудьба, взаимопонимание во всех направлениях. Хочу сказать, в роль Туркменистана и во время войны, Великой Отечественной войны, кратко хочу отметить, что действительно, как и соседние страны Центральной Азии, очень много было сделано во время войны. Наверное, можно сказать, на тот момент примерно около 4 миллиона населения Туркменистана. У нас стоят 10 героев Великой Отечественной войны, более 7 тонны золота, серебра нашими женщинами, девушкам и было передано в фонд войны для поддержки советскую армию. Наверное, надо отметить те моменты, когда определенно в 42-м году очень важной территорией выступил Туркменистан для транзита кавказской нефти. Туркменистан-Башинский порт огромную роль играл в этом деле. Сейчас я углубляться не хочу, но хочу сказать, что Туркменистан с Россией всегда был в теплом отношении, и мы уверены, что они будут. Отмечая именно сотрудничество с Туркменистаном отдельно с Санкт-Петербургом, это тоже можно, на некоторый момент хотелось бы отметить, в 2004 году было наставание межправосоглашения, которое подписано в 2004 году, у нас на экономическом, научном, гуманитарном направлениях мы сотрудничаем. Сейчас Евгений Дмитриевич правильно отметил, благодаря данным межправосоглашениям активно принимает участие в Туркменистане бизнес Санкт-Петербурга. Было также отмечено огромный склад, я бы сказал, компании «Возрождение», которая действительно для Туркменистана сделала нашу кольцовую дорогу, шесть эстакады, и на территории Абазы было построено эстакады с мостами. Это для Туркменистана очень разгрузил и помог для транзита в Казахстан, для транзита в Иран, это является для нас очень важными моментами. Но хотелось также отметить, что в Петербурге в 2006 году по инициативе нашей организации совместно с посольством была открыта память медлита павшим туркменам в защите во время войны. Это наши все воины, которые принимали участие в войне, постановление президента принято, они являются героями туркменстанцами. В этой связи хочу сказать, что около 3000 туркмен и выходцев из Туркменистана погибли при обороне Ленинграда в Волховских и Корейских фронтах. Конечно, в честь этого было установлено в 2006 году, как я отметил, совместно с посольством Туркменистана, Российской Федерации, данная памятная плита, которая находится в Пискоревском мемориальном кладбище, в памяти аллеи героев. Кроме этого, хочу сказать, что в Петербурге в 2003 году работает отделение гуманитарной ассоциации Туркменистана, которая является нашей организацией, и нашей прямой руководством является самым уважаемый президент, который огромное уделяет внимание на наши инициативы. в результате того, что с помощью, и по указанию уже президента, была здесь открыта воскресная школа туркменской литературы. Какое-то время мы работали, но в последнее время сейчас, ну, в силу, как бы, пандемии, и она временно не работает, но в самом деле воскресная школа, как бы, очень внес тоже свой вклад. Мы находили в Доме национальности, находился, и к нам ходят разные национальности, дети, которые изучают. Хочется отметить, что больше двух тысяч студентов, туркменистанцев получают образование в 11 вузах Санкт-Петербурга. Уже, скажем, с 9-го года, во время пребывания, уважаемого президента, здесь, в неформальном саммите СНГ, было, как бы, во время встречи мы попросили, и в результате чего было открыто прямой рейс Ашхабад в Санкт-Петербург, что очень помогло для развития, как бы, сотрудничества между Ашхабадом и Санкт-Петербургом. И благодаря этому сейчас более двух тысяч студентов обучается, которые по окончанию приедут, внесут свой вклад в развитие нашей страны. Ну, рассказывать можно много, Ну, поэтому хочу еще раз поблагодарить вас за то, что нашли время. Спасибо вам за то, что участвуете на наших мероприятиях. Хочу поблагодарить организаторов, в том числе, комитет по внешним связям, который огромное внимание уделяет на работу представительств разных государств в Санкт-Петербурге. Хочу пожелать вам здоровья, всего наилучшего. Спасибо. Спасибо вам, Мария Дераджепович, что создаете такую атмосферу праздничную. И еще одно праздничное, поздравительное слово одной из руководителей компании «Возрождение» Екатерина Игоревна. Пожалуйста. Дорогие друзья, уважаемые коллеги, «Возрождение», присоединяюсь ко всем добрым словам. И хочу отметить, что 12 декабря 1995 года молодое государство Туркменистан заявило о себе как государство, которое воссоздает добро, которое направлено всеми своими действиями на созидание. И за четверть века нейтралитет Туркменистана проявил себя как механизм плодотворного сотрудничества, добрых отношений, взаимоуважения. И от лица компании «Возрождение» хочу проявить чувство гордости, быть причастными к таким высоким, к таким прекрасным целям, как создание комфортной среды для всех жителей Туркменистана. И в этот торжественный и значимый для всех нас день хочу пожелать процветания, успеха, добра и самое главное в сегодняшней ситуации – здоровья. Спасибо за этот праздник, рада присоединиться. Спасибо, Екатерина Юрьевна. А сейчас для вас мы подготовили маленький концерт. Сейчас для вас будет выступать студентки Политехнического университета с танцем Белязик. Политехнического университета с танцем Белязи. Посмотрительное движение, Субтитры создавал DimaTorzok